В эфире программа Городские встречи. Здравствуйте! У нас в гостях сегодня руководитель регионального отделения движения Бессмертный полк России Никита Кузьмин. Здравствуйте, Никита! Мы знаем, что Бессмертный полк России – это акция, наверное, самая трогательная и самая масштабная на сегодняшний день в преддверии Дня Победы. Что можно рассказать об истории акции в нашем городе? Вообще, акция, на самом деле, вы правильно отметили, она традиционно пользуется большим интересом жителей нашего региона. На территории Рязанской области акция пройдет в таком формате в пятый раз. У нас уже ранее она называлась Парад Победителей, но с 2015 года, когда было создано общероссийское общественное движение Бессмертный полк России, то есть Рязанская область поддержала данную инициативу, вошла в число регионов, которые стали частью большой единой всероссийской акции Бессмертный полк. И, соответственно, мы идем в составе шествия, ощущая то, что мы являемся частью одной большой страны, с единой символикой, под едиными знаменами, и каждая со своей личной историей. Та история, которая есть в семьях, безусловно, они очень ценны, очень важны, это основа, в принципе, этой акции. Поэтому, как раз то, что и интерес, который у людей, он сохраняется от года к году. Акция проходила, постепенно расширялась, увеличивалась, да, и сначала от небольших, можно сказать, таких организованных шествий, она переросла вот уже в такое действительно большое, крупное, наверное, самое крупное массовое мероприятие в области патриотики на территории нашего региона. Планируется ли, что в этом году на улице города в акции примут участие большее количество людей, чем в прошлом? Ну, интерес есть, безусловно, да, большой. В прошлом году у нас было зарегистрировано около 30 тысяч участников, которые пришли непосредственно на само мероприятие. В этом году мы ожидаем то, что не утихнет, как бы, интерес у народа, да, и будут сохраняться примерно такие же количественные показатели. Но, тем не менее, как бы, у нас есть устойчивое, грубо говоря, количество людей, которые каждый год в течение этих всех пяти лет приходят на акции. То есть это уже такой сложившийся, как бы, коллектив, который старается каждое 9 мая почтить память своих предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, сопричастных к Великой Отечественной войне, потому что с портретами идут не только с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, но и с портретами тех людей, чьи судьбы так или иначе с ней связаны. Это могут быть и труженики тыла, это могут быть и дети войны, то есть, на самом деле, нет таких жестких ограничений по участию в акции, что именно с портретами ветеранов, то есть, в принципе, всех людей, которых так или иначе коснулась война. Если не сохранилась фотография, нет портрета, вот что делать в этом случае? На самом деле, такие случаи у нас, как бы, были, да, и тут уже зависит от личного желания человека. Естественно, люди приходят, и, как правило, они делают на тех же самых рамочках формата А4, надпись, фамилия, имя, отчество, дата рождения, смерти. Некоторые делают, скажем так, такие коллажи с наградами, то есть, тоже, если не сохранилась фотография, то, в принципе, ничего такого особенного нет, да, и люди, соответственно, таким образом тоже выражают свое отношение к своим предкам. Расскажите, как принять участие в такой акции? Для того, чтобы принять участие в акции, в мероприятии в самом, необходимо прийти на точку сбора, которая у нас будет 9 мая. Она у нас традиционная уже в нашем регионе точка сбора. Это остановка общественного транспорта улицы Вокзальная возле памятника Чумаковой, библиотека имени Есенина. Соответственно, там мы собираемся. Время сбора мы ориентируемся на 9 часов 30 минут, то есть, то время, когда надо подойти для того, чтобы встроиться в те колонны, которые там формируют волонтеры. Вот, и дальше мы двигаемся уже в направлении Соборной площади по маршруту шествия. Но каких-то жестких требований для того, чтобы прийти регистрации на эту акцию не требуется, поскольку все-таки это выражение душевного порыва в большей степени. До этого времени, то есть, до того, как было создано общероссийское движение, у нас работал региональный портал парад62.ру, на который люди выгружали анкеты о своих ветеранах и участниках войны. И они проходили первичную обработку фотографий, на них размещался бренд акции и так далее. В связи с тем, что был открыт федеральный портал полк.рф.ру, более функциональный, более технологичный, на котором намного больше функций по сравнению с региональным, регистрация на региональном приостановлена. И установлена перекрестная ссылка, то есть, люди, которые заходят по привычке на старые полюбившиеся им уже ресурсы, они переходят на федеральную страницу, где могут также зарегистрироваться. В чем суть регистрации в этой ситуации? Регистрация позволяет сохранить историю именно этого человека, то есть, разместить его анкету в информационном пространстве. И еще одно такое очень важное новшество федерального портала относительно нашего регионального, то, что мы не могли технически ему позволить. Видно того человека, который разместил эту анкету, таким образом люди могут находить своих родственников. То есть, по общему ветеранам находить того человека, который точно так же занимается историей своей семьи и ищет эту информацию. То есть, формируется такая некая социальная сеть. Люди могут общаться напрямую между собой посредством вот этого ресурса. Он будет развиваться также. Мы планируем перенести все эти анкеты, которые у нас зарегистрированы на портале Парад 62 в течение до конца года, на федеральный портал, пополнить базу данных, соответственно, что тоже важно и для людей, которые размещали эту информацию. И, естественно, по всей России, чтобы наши 40 тысяч, ну, около 40 тысяч было зарегистрировано на региональном ресурсе, чтобы они были не потеряны, как бы не потеряны и сохранились. Кто принимает участие в организации бессмертного полка? Ну, вообще, по инициативе в оригинальное отделение движения бессмертного полка России вошли представители как молодежных организаций, так и организации беднящих ветеранов. То есть, в принципе, как бы это такое широкое сообщество социально ориентированных некоммерческих организаций, которые каждый в своей сфере занимается патриотическим воспитанием. Особенно хочется отметить это движение «Волонтеры Победы», которое традиционно оказывается действием, всестороннее проведение шествия на территории всей Российской Федерации. Как бы наше региональное отделение в Рязанской области не является исключением. Тоже они активно подключаются к работе. Ну, достаточно большой фронт работы им проведен, поскольку все-таки это вот 30 тысяч человек, которые приходят, требуется определенной координации. Там и стойки с информацией будут размещены традиционно. Тоже каждый год у нас мы размещаем таких волонтеров, которые подготовлены, могут сориентировать людей по каким-то объектам инфраструктуры. Ну, и, в принципе, просто, да, как бы по формату шествия, во сколько отправляется, когда оно, куда прибывает. Вот, 250 волонтеров отобрано будет, которые примут участие. Сейчас, в данный момент, вот региональным отделением «Волонтеров Победы» ведется обучение этих волонтеров. Произведен первичный отбор, то есть рекрутинг прошел уже, да, то есть конкурсность определенная есть, да, потому что ребята, которые молодые, да, у нас хотят в основном, это в большей степени, да, студенты, которые хотят принимать участие в организации подобных мероприятий. Для них это считается тоже очень важным, принять участие и стать вот частью оргкомитета этого уже мероприятия тоже, это очень ценно. И еще около 50 волонтеров будет задействовано у нас на других точках в течение этого времени. Но, как бы, основная масса, 250 человек, это будет вот обеспечение шествия. Вот, что касается волонтеров, мы знаем, что еще некоторые рязанские волонтеры поедут на парад в Москву. Вот, подробнее расскажите. На самом деле, о региональном отделении движения волонтеров Победы была проведена определенная работа по рекрутингу ребят, и у нас уже был в прошлом году опыт, мы направляли делегацию для обеспечения проведения шествия в городе Москва, бессмертный полк России, то есть, как уже я говорил, две организации очень плотно между собой взаимодействуют, то есть мы опираемся во всем, на волонтеров Победы. И наши московские коллеги тоже замечают, как хорошо работает региональное отделение волонтерского движения, то есть очень развитие на территории региона, что, безусловно, способствует приглашению нас на такие крупные и значимые мероприятия. 90 человек волонтеров примут участие в обеспечении шествия в Москве, в котором примут участие первые лица государства, то есть традиционно самое крупное шествие проходит. И еще хочется отдельно отметить то, что трое ребят из числа волонтеров Победы отправятся для участия в военном параде в городе Севастополь. Тоже прошли они успешный отбор на конкурсной основе, очень был такой серьезный конкурс, среди них очень много желающих, послы Победы называлось мероприятие, конкурс вот этот. И, соответственно, они вот успешно отобрались, стали послами Победы и отправятся в город Герой Севастополь. Самые ответственные? Ну да, самые ответственные, все волонтеры замечательные, да, это как бы самые лучшие из лучших, да, те, которые предстоят достойно наш регион. Что планируется по окончании шествия? В прошлом году мы впервые проводили в таком формате мероприятие, называлось «Народное гуляние в Соборном парке у Рязанского Кремля». Поскольку был продлен маршрут движения, то есть раньше шествие примерно заканчивалось на площади Ленина, и дальше оно как бы по улицам расходилось, по прилежащим. В прошлом году маршрут был продлен до Соборной площади. Мы проходим до Соборной площади, и в Соборном парке будет организована определенная интерактивная зона, такая в целом широком понимании, там будет концертная зона, будет зона для семейного отдыха, будет открытый кинотеатр, будет военно-историческая реконструкция. То есть тоже организации общественные, как раз которые выступают инициаторами, они потом как бы плавно переходят на те площадки, поскольку у них там очень много интересных, скажем так, практик в области патриотики, которые они показывают. У нас очень хорошее отделение поискового движения России, как раз которые будут заниматься, показывать находки экспедиций, которые будут показывать реконструкции. У них будет техника раритетная, которая, в том числе, трофейная немецкая техника, которая сохранилась до нашего времени, то есть можно будет сфотографироваться. Подайте выставку военной техники, которую организует ВДВ, училище ВДВ. Соответственно, площадки общественных организаций России, их союз молодежи, ЛИСТ, городские организации, успех в твоих руках, потенциал. На самом деле, большой спектр, пламенная организация, юнармия, то есть тоже представлены будут площадки, которые можно будет подойти и как-то по взаимодействию. То есть там и сборка, и разборка оружия, и исторические квесты. Также на территории парка будут размещены арт-объекты. Полюбившись тоже уже по прошлому году, был большой стелл арт-объект Победа в форме Ордена Победы, и с цифрами был 71, в этом году будет, соответственно, 72. Большой интерес вызывает, поскольку люди фотографируются возле него, приходят когда в парк, но это и очень хороший элемент оформления, который, безусловно, создает атмосферу, такое красочное праздничное мероприятие. Быть также из новых арт-объектов, это созданы Дороги Победы, больше 300 квадратных метров, по сути, это интерактивная выставка, по которой можно будет походить, будут стоять стеллы, информационные, которые можно будет прочитать информацию. Суть в том, что по маршруту движения в рамках вот этой выставки, инсталляции, люди будут проходить дорогу от Москвы до Берлина. То есть можно будет пройти, посмотреть, будут некоторые наиболее знаковые монументы отражены, то есть в уменьшенном размере, на виде конструкции определенных. И те, кто дойдет до окончания вот этого маршрута, до Берлина, подойдут к Рейхстагу. Рейхстагу можно будет оставить пожелания, скажем так, да, можно будет написать какие-то слова благодарности в адрес ветеранов, просто пожелания, связанные с 9 мая. То есть такая новая для нас проекта, мы посмотрим, как он будет, как покажется себя, насколько будет интересен. Но пока вот прикладываем все усилия, чтобы к нему подготовиться. Ну и, соответственно, концертная программа, как я сказал, уже на главной сцене, будет в течение с 11 часов до 16 часов, она будет несколько раз там заменяться, скворческие коллективы, перерывы небольшие, но, тем не менее, в течение всего этого времени будут площадки работать. И открытый кинотеатр, он будет расположен вблизи памятника Есенина, с той стороны уже парка. Там будет зона для отдыха для семейного, то есть можно будет присесть. Также зона торговли, то есть можно будет перекусить что-то, то есть прогуляться свободно по набережной. Это достаточно такое открытое семейное мероприятие, на которое можно подойти. Как показала тоже практика, очень удачное месторасположение, поскольку тенечек, то есть это там как бы парк, людям комфортно отдыхать, ходить, прогуливаться. В прошлом году мы ставили окончание мероприятия на 15 часов. Люди попросили по обращениям, по многим продлительным. Но в этом году мы смещаемся на час, то есть у нас на час длиннее уже мероприятие. Но вот, собственно говоря, такое тоже логическое продолжение завершения шествия. В преддверии Дня Победы сейчас какие патриотические акции проводятся еще? Наиболее, наверное, значимое и такое уже тоже полюбившееся население нашему – это акция «Георгиевская ленточка», которая традиционно у нас проводится по всей России ежегодно. Стартовала она 24 апреля, в день единого действия по всей России. Митингом открылась у нас на площади Победы около Вечного огня мемориала. На территории города Рязани можно будет, уже можно сейчас даже получить ленточки. Как раз отделение волонтеров Победы организует раздачу этих лент на четырех точках. Это площадь Театральная, площадь Победы, площадь Ленина и бульвар Победы возле памятника Георгия Победоносца на московском шоссе. Соответственно, с 18.00 до 20.00 волонтеры распространяют георгиевские ленты всем желающим людям, которые хотят присоединиться к этой акции. Есть определенные, конечно, у нас нетребования, но пожелания, наверное, по ношению георгиевских лент, поскольку это тоже знак, такой действительно символ, который становится все более и более важным для понимания, наверное, и осознание того вклада, который каждый наш участник войны, труженик тыла внес в Победу. Это действительно символ нашей памяти, поэтому нет никаких жестких рекомендаций, но тем не менее есть моральные какие-то принципы, согласно которым размещается георгиевская лента. Мы просим носить на лацканых пиджаков в верхней части одежды, чтобы это все не пылилось так сильно, не грязнилось. То есть на машинах, конечно, привязывать, если изнутри можно, конечно, но снаружи как-то это смотрится не очень хорошо, когда по происшествии одного-двух дней, соответственно, ленточки превращаются уже в не очень узнаваемость становится, и это в большей степени даже расстраивает, нежели поднимает патриотизм. То есть тут такая сложная ситуация, но тем не менее каждый должен со сознанием относиться, так же как к участию, в принципе, к шествию Бессмертный полк России, поскольку это тоже должно как-то идти от сердца, и если ты хочешь действительно прийти, ты должен прийти и сам по своей инициативе личной. Спасибо вам за беседу. Телезрителям напомним, что в гостях у нас сегодня был руководитель регионального штаба Бессмертный полк России Никита Кузьмин. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова